Муниципальных округов в крае станет семь. Депутаты законодательного собрания Забайкалья на заседании в первом чтении утвердили проект закона о преобразовании Анонского района в муниципальный округ. Проектом закона предлагается объединить все поселения, которые находятся на территории района. Наверное, нужно говорить о том, что это эффективность управления. Во-вторых, нужно говорить о том, что это экономия средств при проведении муниципальных выборов. Это будет единый бюджет муниципального округа. Конечно, уходит такой институт, как Советы сельских поселений, но у нас в законодательстве в российском достаточно очень много институтов, когда население имеет право выражать свою волю. Была поддержана еще одна немаловажная инициатива. Перечень мест, где запрещено курение, расширили в Забайкалье. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении. Если курящего заметят на остановках общественного транспорта рядом с подъездами домов, помещениях общежитий, в парках, скверах, на набережных, автомобильных парковках и пешеходных переходах, а также рядом со входом в магазины и в местах проведения массовых мероприятий, на первый раз курильщика ждет предупреждение, а далее штраф от 500 до 1000 рублей. Дело в том, что в 13 субъектах подобные законы действуют, зарекомендовали положительную практику. Мы считаем, что необходимо эту работу начать и в нашем крае. Мы надеемся на положительный результат. Еще один проект, принятый в первом чтении, вводит понятие «жеребьевки» для выдачи части лицензии на охоту в Забайкалье. Их планируют проводить с помощью генератора случайных чисел, чтобы уменьшить риски коррупции и истребления животных. В простонародье рулетка, она позволит в том числе положительно, что в одни руки будет только выдаваться одно разрешение. Одно разрешение на один вид. Когда у нас ранее рассматривался этот вопрос в старом законе, то у нас на одни руки было неограниченное количество на одну особь. В заключении депутаты законодательного собрания Забайкальского края приняли решение о присвоении школе номер 49 в Чите имени выпускника, героя России Егора Секержицкого, погибшего во время специальной военной операции на Украине в марте 2022 года. В его честь уже открыли памятную доску, а все необходимые процедуры будут проведены за счет самой школы. Григорий Анипер, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.